Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетских клиниках Иркутского государственного медицинского университета. В данное видео я хотел бы посвятить такой теме, как головокружение после наркоза. Каковы же могут быть причины головокружения после наркоза? На мой взгляд, имеет смысл подразделить данное видео на два раздела. Головокружение после общего наркоза и головокружение после спинальной анестезии, эпидуральной анестезии. Головокружение после наркоза, производимого посредством эпидуральной блокады. Головокружение может иметь различные причины, соответственно, необходимо подходить к этому вопросу достаточно строго, чтобы четко определиться с причиной головокружения и в дальнейшем разобраться, какую тактику лечения предпринять. Начну я с головокружения после общего наркоза. На мой взгляд, основных причин для головокружения после общего наркоза может быть несколько. Во-первых, это может быть побочный эффект, собственно, наркозных препаратов. Во время наркоза у нас происходит достаточно значимое влияние на центральную нервную систему. В какое-то время препараты содержатся в крови, даже после того, как человек пришел в сознание. И, соответственно, он может ощущать продолжающиеся действия, а также какие-либо побочные эффекты препаратов, используемых во время наркоза. Также достаточно часто, на мой взгляд, головокружение после общего наркоза развивается в силу общей кровопотери. Да, это имеет место быть и при головокружении, при спинальной анестезии. Но все-таки спинальная анестезия предполагает, скорее, меньший объем вмешательства, чем общий наркоз. Соответственно, кровопотеря во время операции может приводить к ощущению головокружения. Также головокружение может быть вызвано более грозными причинами. Это, например, случившиеся инсульты во время операции, какие-либо тяжелые реакции на наркозные препараты. Но эти причины все же гораздо более редки. Ну и, наверное, одной из причин головокружения после наркоза является психогенное головокружение. То есть человек банально переволновался перед проводимой операцией и потом, испытывая страх, акцентируется на каких-либо неприятных ощущениях в организме и говорит о том, что его беспокоит головокружение. Ну, диагностика на самом деле достаточно сложна зачастую бывает, но важно уточнить у пациента, какое именно его головокружение беспокоит по характеру. Все-таки оно системное или не системное? Имеется постоянное или не постоянное? Беспокоит ли его что-либо, кроме головокружения? То есть нет ли слабости в отдельном руке-ноге? Нет ли нарушений речи выявить? Посмотреть желательно неврологический статус? Хотя зачастую головокружение после наркоза проходит самостоятельно, либо после проведения адекватной кровезамещающей инфузионной терапии. Инфузионная терапия кристаллоидными растворами при этом может иметь две цели. То есть это снятие какой-либо интоксикации, в том числе и интоксикации препаратами от наркоза, и для возмещения объема циркулирующей крови. Головокружение после спинальной анестезии имеет свои особенности. Зачастую речь идет о так называемом постпунктуационном синдроме, который развивается за счет нарушения циркуляции ликвора. Соответственно, здесь головокружение имеет четкую закономерность, оно возникает через несколько часов, иногда через сутки-двое после проведения вмешательства, возникает оно лишь в положении стоя, либо в положении силе, и достаточно быстро проходит, и фактически не имеет места при положении лежа. Здесь имеется заинтересованность ликворопроводящих путей, соответственно, человеку показан в этом случае постельный режим, и диагностика не представляет сложности. То есть если человек встает, и у него развивается головокружение, при этом лежа головокружения нету, речь должна идти именно о постпункционном синдроме. При этом могут иметь место головные боли, также в вертикальном положении общая слабость и тошнота. Соответственно, если головокружение держится несколько часов после операции и потом проходит, волноваться не о чем. То есть будь то общий наркоз, будь то спинальная анестезия, здесь могут быть очень различные причины, которые не имеют какой-либо значимой роли для здоровья или жизни пациента. Если же головокружение сопровождается нарушениями речи, нарушениями двигательной функции, то важно показать такого пациента как можно скорее неврологу, ну и, соответственно, произвести нейровизоляционное исследование, то есть посмотреть, не пострадал ли головной мозг. Если имеет место инсульт, понятно, что необходимо предпринимать соответствующие меры. Если имеет место общая интоксикация и кровопотеря, то проводят адекватную инфузионную кровозамещающую терапию, показан также постельный режим. Если же имеет место постпункционный синдром, то важно проводить обильную инфузионную терапию, использовать нестероидные противовоспалительные препараты, показанные инъекции кофеина, показаны обильное питье, но также постельный режим на несколько дней. Постпункционный синдром зачастую имеет место при множестве вмешательств, но это наименее страшное, наверное, осложнение, если можно это называть все-таки осложнением проводимой анестезии. Хотя, согласно статистике, все же ряд людей реагирует на спинальную анестезию, и это скорее какие-либо физиологические особенности ликвы, проводящие системы. Соответственно, если имеет место постпункционный синдром, важнее всего не паниковать, чтобы потом не уйти, соответственно, в осложнение уже в психогенное головокружение, потому что бывают случаи, когда человек, испытав головокружение при постпункционном синдроме, зацикливается на этом ощущении и испытывает его и в дальнейшем. При этом уже нужна грамотная психотерапия, а также может быть коррекция настроения препаратами-транкулизаторами, антидепрессантами, а также иными средствами. Надеюсь, моя информация была полезна для вас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте оценки, оставляйте комментарии, пишите темы, которые вам было бы интересно от меня услышать. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok